С самого утра на дорогах небольшого поселка Пробки из-за скопления автомобилей водители пассажирских и экскурсионных автобусов должны проявлять недюжинное мастерство, чтобы не задеть припаркованные, как придется, машины. Получив замечание сотрудника в форме, некоторые нарушители переходят на повышенный тона. А на обочине почему я не могу остановиться? Это не обочина? Это не обочина. На сегодняшний день вы здесь останавливаетесь, вы не имеете права. А что это? Что это? Вот объясни мне, что это? Нет, вы у меня документы взяли, вы мне объясните, вы кто? Сотрудники ГИБДД? Сейчас к вам сотрудники ГИБДД подъедут, нет? Садитесь. Сотрудники госавтоинспекции вынуждены напоминать таким непонимающим водителям правила и регулировать сложную дорожную обстановку. Еще одна составляющая сегодняшней работы – проверка торговых точек. Без нарушений не обошлось. Продуктовый магазин, ни вывески, ни документов. Товары на прилавках в ассортименте, свежая выпечка тут же. А вот разрешения на осуществление деятельности нет. По словам продавца, его паспорт и санитарная книжка дома. Чем ближе к морю, тем больше нарушений. Возле еще очередного продуктового магазина стоят два автомобиля. Арбузами и дынями торгуют, что называется, с борта. По явлению сотрудника в погонах хозяин машин явно был не рад. Пытаясь избежать наказания, коммерсант воспользовался опцией «Звонок другу». Но помощи не дождался. На реализатора «Южной ягоды» был составлен протокол, который повлечет за собой штраф. Проблема несанкционированной торговли – настоящий бич курортных городов. Нелегальные торговцы игнорируют все правила и законы. Отсюда и переполненные товарами павильоны, и заваленные арбузами до состояния, лишь бы рулить не мешало, легковушке. По всем выявленным фактам были составлены протоколы. Наказание нарушителям определит административная комиссия.